ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В правилах дорожного движения надо объяснить, как водители должны проезжать участок дороги, где идет ремонт или случилась авария. Так считает депутат Госдумы Ярослав Нилов, который обратился в правительство страны с просьбой разработать соответствующие поправки. По словам парламентария, в указанных местах автомобилисты ведут себя хаотично, что снижает интенсивность движения и повышает вероятность новых ДТП. Видимо, дорожные знаки при ремонте, которые указывают, как двигаться, правила, на чьей стороне помеха тот и пропускает, жесты сотрудников ДПС, наконец, водительское взаимопонимание – все это для Нилова темный лес. ТРАССА СТО ОДИН Требования к автодорогам в глубинке надо смягчить. Тогда и подготовка проектной документации, и само строительство будет обходиться дешевле. Это позиция Общероссийского народного фронта. По мнению фронтовиков, к примеру, в селе, по которому за день проезжают несколько десятков авто, не нужны такие же дороги, как в райцентре. Кстати, нечто подобное, сообщает за рулем, существует в Татарстане. Там трассы с интенсивностью движения не более 100 машин в сутки делаются шириной до 4,5 метров. Конечно, имеются разъезды шириной 6 и длиной 20 метров в пределах видимости. ТРАССА СТО ОДИН Компания Ауди подтвердила, что в 2018 году выйдет следующее поколение А6. Линейка моторов новинки будет включать в себя не только бензиновые и дизельные двигатели, но и гибридную силовую установку, а также, возможно, и электромотор. В числе прочего, авто получит систему беспилотного управления, которая работает на скорости до 60 км в час на трассах, где между встречными полосами имеется отбойник. Нижегородские ученые приступили к созданию автомобиля, которым можно управлять силой мысли. Проект финансируется государством. Грант. Сумма немаленькая – 250 миллионов рублей. Ожидается, что внешне машина будет походить чем-то на смарт. Двигатель электрический, запас хода до 600 км. Целевая аудитория, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. По условиям гранта, так называемый нейромобиль должен быть готов к 2020 году. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.